В Новошахтинске открылось новое предприятие «Евсил Евротрейд», специализирующееся на производстве сухих строительных смесей. Компания «Евсил Евротрейд» была образована в 1997 году в городе Москва. На данный момент это самое активное, динамично развивающееся предприятие. Сейчас уже три завода существует, один в Москве, один в Литве, то есть это уже европейский уровень, и здесь у нас в городе Новошахтинске. Это бывший завод «Дон Микс», который был приобретен в апреле 2012 года. На данный момент здесь выпускается половина всей линейки «Евротрейд», это около 75 позиций. На заводе работает команда специалистов, которые были привлечены из европейских компаний. Когда здесь начинали работать после приобретения компании «Дон Микс», здесь завод выпускал около 9 позиций. Сейчас я уже повторюсь, то есть это около 35, не стоим на месте. Планируется развитие в этом году грунтов, склад уже построен, увеличение мощностей, замена полностью старого оборудования. Значит, когда компания здесь начала работать, на заводе работало около 20 человек. Были созданы дополнительные рабочие места, было привлечено около 30 человек, и будет продолжаться набор, требуются некоторые специальности. Работала одна бригада, сейчас работает их четыре. Мощность завода у нас была около 300 тонн в месяц, сейчас возросла 8 раз, то есть 2500 тонн в месяц. Это около 90 тысяч мешков. Вообще, Южный федеральный округ, очень большое потребление здесь идет сухих строительных смесей, поэтому было принято решение именно здесь купить, либо построить завод, потому что Москва, за счет того, что очень большая логистика, уже не стала справляться с объемом наших потребностей. Здесь работаем по Ростовской области уже 5 лет. За это время у нас уровень продаж вырос здесь тоже 8 раз. Что касается модернизации, новое оборудование и реконструкция завода проводится. Значит, была у нас проведена замена сушильного барабана, была произведена замена у нас сушки песка. Сейчас строится склад на 1000 квадратных метров. Полностью будет дополнительный ангар под сушку песка, тоже порядка 300-400 квадратных метров. Есть свой автотранспорт на заводе, есть своя техника. Члены совета поинтересовались, понадобятся ли для расширения производства дополнительные земельные участки. Конечно же, важен вопрос заработной платы на предприятии. Все предприятия, работающие в определенной отрасли, они, естественно, работодатели, должны стремиться зарплату вывести именно на средний уровень области в этой отрасли. У нас даже средняя зарплата по городу сейчас составляет порядка 13,5 тысяч. Вам надо хотя бы сначала к этому уровню подойти, чтобы город не тянуть как бы вниз по уровню заработной платы, правильно? А дальше уже стремиться к средней областной, именно по отрасли. Планы по увеличению заработной платы, естественно, у нас есть. Мы будем к этому стремиться. Сейчас по увеличению мощности завода, естественно, я думаю, что в любом случае два раза в год зарплата у людей будет увеличена. Последние годы в Новошахтинске ведется активное строительство и капитальный ремонт социальных объектов. Возможно ли поставки продукции с местного предприятия? Мы уже, в принципе, договорились с детской больницей. Но это что касается города Новошахтинска, напрямую будем работать, естественно, через администрацию с вашей помощью. Что касается остальной области, у нас же есть здесь дилеры, которые работают уже пять лет, находятся в Ростове. Естественно, у них тоже очень сильно налажен отдел комплектации строительных объектов. Работает там у них 15 человек, поэтому, в принципе, все ближайшие города Ростовской области давно активно развиваются и используют нашу продукцию. Члены Совета внесли изменения в перечень инвестиционных объектов, реализуемых на территории города. У нас в 2012 году в перечень инвестиционных проектов, находящихся на личном контроле мэра города, было 12 проектов на общую сумму инвестиций в размере около 4 миллиардов рублей. Было реализовано 4 проекта, которые мы предлагаем исключить. Это строительство детского сада на 120 мест Галория Джинс, это Южанка, открытие предприятия, ТАТАГАЗ, строительство газонаполнительной станции и реконструкция на Шахтинском городском рынке. При этом у нас за 2012 год произошло увеличение инвестиционных проектов ЗАО корпорации Глория Джинс по строительству логистического комплекса и ООО «Вагон Дурмаш». У нас новый проект появился, это компания «Югтрансремонт» по реконструкции вагонного депо на станции «Юбилейный». Объем инвестиций 1,6 млрд рублей. Этот проект 25 января рассмотрели на рабочей группе в Министерстве промышленности и энергетики, и он рекомендован для включения в перечень 100 губернаторских проектов. Также на заседании были внесены изменения в состав Совета. В него вошла руководитель отдела статистики Галина Александровна Лысенко. Продолжение следует...